Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И сегодня мы поговорим о туристическом клубе «Альтаир», который вот уже на протяжении 50 лет работает при Рязанском радиотехническом университете. И сегодня у нас в гостях Александр Гаврилов и Вячеслав Степанов, в прошлом председатели этого клуба, но на сегодняшний день их действующие члены, ветераны, которые, я надеюсь, сегодня поведают нам об истории этого клуба. Итак, для начала, несколько слов о самом клубе, что он значил для вас. Понятно. Но вот первому поколению альтаировцев нам уже восьмой десятку пошел. Но мы, в общем-то, когда звучит это название «Альтаир», сердце наполняется светом, теплом. И, в общем-то, мы благодарны судьбе, что она нам подарила вот такой счастливый, даже я не скажу отрезок, а путь жизненный. Потому что это счастливое и стремительное, памятное для нас время. А если в плане таком жизненном говорить, то альтаир – это школа подготовки к жизни, к профессии, где мы получили умения, навыки, знания. И, в общем-то, это очень важно для специалиста, для студента, для того, чтобы он нормально и созидательно работал. Ну, а потом, если коротко так сказать, что в альтаире учат любить Родину. Что такое альтаир? Ну, это самая яркая звезда в созвездии Орла, звезда влюбленных и романтиков. И вот 50 лет назад, значит, в Сельцах, это там, где, в общем-то, так сказать, полигоны нашего десантного училища, вот, в этом изумительном месте был знаменитый слет в Сельцах. И, значит, там мы еще впервые вот с этим названием объявились, альтаир, никто нас не знал. Это грандиозный был слет. Заняли мы второе место, все сразу заметили нашу веселую, дружную, такую мобильную команду. Так что у нас день рождения клуба – это 9 мая 1967 года. Поэтому вот так вот раз и пролетели 50 лет. Но мы в душе такие же, как и были. Расскажите, пожалуйста, из чего вообще складывалась деятельность вашего клуба, какие достижения были за эти годы? Ну, я уже сказал, что альтаир – это школа подготовки к жизни, к профессии. Но в спортивном плане, конечно, самый плодотворный период этот был, он был в советское время. Вот, потому что многое было обрушено, так сказать, нарушено и так далее. А в лучшие вот годы мы совершали до 75 категорийных походов. За активный период, в основном в советское время, было подготовлено больше 20 мастеров спорта, десятки кандидатов в мастера спорта СССР, сотни разрядников. Это же, в общем-то, спортивная сторона. Но еще была очень насыщенная клубная жизнь. Это и слеты и соревнования. Тренеровки были регулированы. Да, да. Это и поездки на более высокий уровень, и на городские мероприятия, и за пределы на всесоюзные слеты Буревестника. Мы ездили в Петрозаводск, у нас там изумительные друзья, турклуб «Сампо». Они к нам приедут вот на 50-летие. Это и была еще и большая военно-патриотическая работа. Потому что походы были по местам боев Великой Отечественной войны, и на Кавказе, и в Подмосковье, и Белоруссии. А главным нашим достижением – это звездные походы. Потому что вот первый звездный поход, они вот до сих пор, все уже многое развалилось. А они существуют, ребятам нравятся. В те годы советские, как сейчас называется, принялись говорить, застой. Ну, было много заранализованности. Был мощный там воспитательные какие-то движения в институте. Здесь народ раскрывался, потому что здесь была какая-то свобода. Они уезжали в лес, у костра, каждый был на виду. И даже не то, что в лесу у костра, а даже в походах. В любой поход, даже в самой небольшой категории сложности, там первый, второй, человек раскрывается. Он не мог там где-то спрятаться, за спины, за каких-то. И поэтому люди раскрывались. И было столько инициатив. И вот это вот, как бы, огонь, если мы поддерживались дальше, даже в 90-х годах. Было еще много чего сделано. Ну, к сожалению, там был небольшой сейчас застой, как говорится, дальше в клубе начался. Но мы в 90-е годы, мы все равно поддерживали. То есть, ребята, вот у нас были сейчас в городе появилось такое мероприятие. Мы же тоже были инициаторы в День дурака. Мало кто знает, но мы взяли это все из Одессы, так подумали. А что мне сделать это? Сделать именно вот в рамках, ну, города. И мы ездим каждый год, 1 апреля, на озере Ласковской проводим такое мероприятие. Какова же нравственная опора альтаировцев? Ну, вот жизнь, ну, это расхожее такое, так сказать, подтверждение, сложна и многообразна, да. Но тучи приходят и уходят, да, а небо остается. И жизнь прекрасна и удивительна, когда твоим ориентиром жизненным, а у альтаировцев именно такой жизненный ориентир – это жить по чести и совести и с любовью. А что такое любовь? Вот молодежи задают, там, рекламывают, когда маму шоколадку там дают. Нет, любовь – это проявление лучших духовных качеств в отношении близких и окружающего мира. Поэтому в Альтаире учат еще жить вот с любовью. Все ее качества, основные, они концентрируются в любви к Родине. Это значит быть готовым отдать из-за нее жизнь. Вот поэтому любовь к Отечеству, себе и имя. В этом году вашему клубу исполняется 50 лет. Я так понимаю, что грядут юбилейные мероприятия. Если можно, чуть подробнее об этом, каковы же ваши планы? Буквально на днях, 23 февраля, в День защитника Отечества, у нас пробег в Сельце. Там, где мы родились. Это с Константинова несколько десятков и молодежь, и звездники, и нынешние Альтаиры, и звездники, и ветераны. Вот у нас туда будет пробег, туда-обратно. Это 20 километров. Это очень интересно. Мы все это уже так организационно приготовили. Потом у нас 8 апреля будет в ДК, значит, такой вечер туристской песни. Он готовится. Девиз у нас такой, пусть как прежде поют наши души. Потом у нас будет где-то в 20-х числах уже юбилейный вечер в актовом зале ради института. Я по-старому называю, но университета. Вот, теперь у нас будет 23 апреля, значит, на Ласковском озере будет слет. Если раньше мы проводили мам, пап, я, туристская семья, то теперь это родители, родители, дети, внуки. Нам, туристам, не до скуки. Это будет изумительно интересно. А апогеем всего будет юбилейный слет, который будет традиционно. Мы собираемся, ну, называется Келетский канал, но это уже не канал. Там за эти годы меандры такие. Это красивейшее место. Вот оно сохранилось после пожаров. Мы тоже это все готовим. Приедут и гости. Там своя большая программа. Вот, заезд 7 мая, вот, апогей 9-го, на День Победы. Там и соревнования будут по технике, туризму, ориентированию. Масса там всего будет интересного. Ну, мы поздравляем вас с грядущим юбилеем. Надеемся, что ваш клуб просуществует еще долгие-долгие годы. Ну, конечно, вот, потому что вот наша цель, цель именно дать импульс молодым с тем, чтобы, потому что все, что, ну, как говорится, было порушено или нарушено, вот, когда наступило время лихолетия, да, оно должно все, что хорошо работало, возрождаться. И наша цель именно, и это нужно не только, это во всех сферах жизнеобеспечения, это не только касается отдыха, там, воспитания, это, ну, везде буквально. Это все должно быть обобщено и входить в государственные планы. И делать надо не где-то там абстрактно, а вот под ногами, как говорится, то, что вы можете. Вот в этом и будет созидательная сила наша. Я боюсь, что время наше уже подошло к концу, поэтому большое вам спасибо, что сегодня к нам пришли. Нашим телезрителям мы желаем всего самого наилучшего. Увидимся с вами в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова